Артёмовская районно-территориальная избирательная комиссия продолжает свою работу. И в середине января уже состоялось её первое заседание в новом 2013 году. Итоги его озвучила председатель данной комиссии Нина Кулешова. В октябре 2012 года были приняты изменения в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Одним из пунктов изменений – это изменение порядка образования избирательных участков. По новому закону избирательные участки образуются главой местной администрации муниципального образования сроком на 5 лет. Если по старому закону каждым выбором также главой местной администрации образовывались избирательные участки, то теперь избирательные участки, я уже сказала, сроком на 5 лет образуются, и они будут единые для проведения любых выборов и референдума на территории муниципального образования в течение этого срока 5 лет. Федеральный закон приписывает о том, что избирательные участки должны быть образованы в срок до 20 января 2013 года. Как отметила Нина Кулешова, территориальная избирательная комиссия совместно с администрацией округа приступила к этой работе сразу же еще в октябре 2012 года. Какие задачи решались в рамках этой работы, рассказала Нина Кулешова. Закон требует о том, чтобы избирательные участки были расположены более удобно к населению, к избирателям. Значит, помещения, какие должны быть выделены помещения, где будет размещаться участковая избирательная комиссия, и помещения для голосования. То есть все это должно быть приближено к населению. Требования существуют по образованию избирательных участков, чтобы границы избирательных участков не перестекались, чтобы на избирательном участке количество избирателей было не менее 50 человек и не более 3000 человек. С учетом этих требований и была разработана новая система избирательных участков. Остается прежнее количество, это 40 избирательных участков. Нумерация, согласно постановлению избирательной комиссии Свердловской области, осталась прежней, то есть 55 по 94 номер избирательных участков. Незначительно изменились границы избирательных участков, которые расположены в районе станции Егоршина. Это номер 55, 56, 58 и 59. У нас по окончанию выборов 12-го года мартовских возникали проблемы с некоторыми помещениями, где размещались помещения для голосования участковой избирательной комиссии. Это конкретно помещение избирательного участка номер 59, административное здание управляющей компанией «ТЭМП», и помещение, которое было предоставлено участковой избирательной комиссии, избирательный участок номер 93, новостройка, бывший дом культуры «Романтик». И очень проблемный у нас участок номер 78, расположенный в поселке 1-2, потому что там помещение, единственное помещение бывшего, где торвуч, административное здание торгового центра «Восьмерка», которое, в общем-то, как склад используется и практически не приспособленное для того, чтобы проводить там голосование. То есть, ну, не отапливается помещение, нет, даже элементарно, нет туалета в помещении. С двумя избирательными участками проблемы решить все же удалось, а один, видимо, так и останется на своем месте. Если по двум участкам номер 59 и 93 удалось решить проблемы, то есть для 59-го избирательного участка выделилось помещение, теперь новое, это административное здание Ч-10, здание расположено буквально в пределах, на расстоянии 50 метров от административного здания «ТЭМП». И на новостройке избирательный участок будет располагаться в детском саду номер 19. Мы уже раз там был у нас избирательный участок в детском саду. А вот по поселку 1-2 было наш, значит, никаких других зданий нет, поэтому помещение остается прежнее, административное здание торгового центра «Восьмерка». Были у нас такие мечты перенести этот избирательный участок в школу-интернат. В соответствии со всеми изменениями комиссии был рассмотрен вопрос о согласовании проекта постановления администрации Артёмовского городского округа об образовании избирательных участков. И с учетом требований закона на следующий день вышло соответствующее постановление администрации. В решении территориальной избирательной комиссии о согласовании избирательных участков указано еще о том, что на период каких-либо выборов, которые будут проводиться в этот срок в течение пяти лет, возможно, будут образованы избирательные участки в местах временного нахождения избирателей. Это две больницы, поселок Буланаш и город Артёмовский, стационарное отделение и железнодорожный вокзал станции Горшина. Но в соответствии с законом эти избирательные участки образуются территориальной избирательной комиссией в срок не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Также на первом в новом году заседании был рассмотрен другой вопрос, касаемый образования участковых избирательных комиссий в соответствии с требованиями того же закона. В соответствии с этим законом участковые избирательные комиссии должны быть сформированы в срок до 30 апреля 2013 года. Работа очень большая, представитель территориальной избирательной комиссии, но об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Единственное решение, которое принято было уже в нашей комиссии, вот именно 14 числа, это решение о численном составе участковых избирательных комиссий. То есть, я уже сказала, что 40 избирательных участков, поэтому будет сформировано 40 участковых избирательных комиссий. Численный состав участковых избирательных комиссий прописан в законе. В федеральном законе указано минимальное количество членов комиссии 3, максимальное 16. Аналогично прописано в избирательном кодексе, есть градация. То есть, в зависимости от численности избирателей определяется количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Решение нами принято. По всем повторяющим 40 участковым избирательным комиссиям, минимальное количество членов комиссии будет 4 человека и максимальное 15. Там у нас есть один избирательный участок, где свыше 2,5 тысяч избирателей. Это 77 участок на Булунаше, там будет у нас 15 членов комиссии с правом решающего голоса. Маленькие комиссии, где до 200 человек, то у нас их всего 2 такие комиссии, где по 4 человека, а так основное 5, 7, 9, 10, 11, 14 человек.